МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Темы дня в Бобруйском горисполкоме прошло заседание. В случае установления фактов нарушения антикоррупционного законодательства информировать об этом правоохранительные органы. Какие вопросы обсуждали? С градусом за руль в Могилёве задержан пьяный водитель маршрутки. Что грозит нарушителю? Знать с малых лет. Спасатели рассказали школьникам о правилах безопасности. Помнить о том, что он должен быть в безопасности. Какой урок вынесли ребята? А также спрос на белорусское, золотые запасы и плюсы изменений. Новации в учебниках упростили подачу материала, что говорят опытные педагоги. Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. История страны. Александр Лукашенко провел совещание, на котором рассмотрел архитектурный проект будущего национального музея. Глава государства практически одобрил масштабный проект. При этом президент дал ряд поручений по поводу возведения здания, наполнения экспонатами и информацией. Александр Лукашенко уверен, в первую очередь, внутри и снаружи должна считаться национальная особенность Беларуси. При этом выставочный зал должен быть самым современным. Мы, к сожалению, одна из последних государств, стран, которые эту тему рассматривают и строят исторические музеи. В любом маломальске уважающем себя государстве давно фундаментальные здания, созданы музеи, созданы для того, чтобы, я еще раз говорю, новое поколение гордилось тем путем, который пройден предыдущими поколениями. Поэтому особое внимание должно быть обращено на архитектурное решение. В нем должна читаться национальная особенность страны. В то же время нужно максимально продумать вопросы содержания, эксплуатации зданий, инженерных конструкций и прочее. В оформлении музейной экспозиции важно соблюсти баланс традиционных канонов и современных информационных систем. Слово, музей должен быть самым современным. Для этого, пожалуйста, изучайте образцы музеев, которые уже существуют в мире. Архитектурный проект здания повторяет контур карты Беларуси. Вокруг, возможно, появится парк народного единства. Экспозиция будет представлена информацией об истории с древних времен и до современности. Строительство планируется завершить через два года. Непростительная халатность. Могилевские автоинспекторы задержали нетрезвого водителя маршрутки. В ходе проведения рейда около 9 часов утра правоохранители обратили внимание на микроавтобус «Вольцваген». При проверке документов выяснилось, водитель был нетрезв, мужчина был задержан. Теперь ему грозит административная ответственность в виде лишения прав на три года и штраф до 100 базовых величин. Автовзлет, жаркий сезон и белорусский вкус. В 2024-м у импортеров вырос интерес к отечественному мясу и субпродуктам. Почему выбирают наш продукт? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Золотовалютные резервы Беларуси в августе вырос. За прошлый месяц прибавка плюс 165 миллионов долларов. Стоимость резервных активов в иностранной валюте также увеличилась на 800 тысяч зеленых. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики республики, объем международных активов на конец года должен показать не менее 6 миллиардов. В 2024-м у импортеров вырос интерес к отечественному мясу и субпродуктам. С 9 сентября на Белорусской универсальной товарной бирже торги будут проходить по два раза в неделю вместо одного. За 8 месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого сумма сделок увеличилась более чем в 4 раза. Сейчас на экспорт поставляют замороженную и охлажденную говядину, полуфабрикаты, топленые животные жиры и эндокринно-ферментное сырье. В основном их закупают резиденты стран ЕАЭС. Новации в учебниках упростили подачу материала, не нарушив при этом принципов содержательности и преемственности. В этом уверены учителя практики, которые оценили внесенные дополнения. Переизданное пособие получили учащиеся разных возрастов, начиная с первого класса. Более десятка книг получили вторую жизнь. Авторы нашли единые подходы к структуре и навигации, ввели рубрики, знаки и символы. За 8 месяцев 2024-го в Беларуси приобрели больше новых автомобилей, чем за весь 2023-й. Почти 30 тысяч. Доля электрокаров за этот период более 5%. Скачок продаж связывает с двумя причинами. Первое – расширение предложения у дилеров. Второе – увеличение спроса со стороны покупателей. Также влияет доступность автокредитования и лизинга. Рост доходов. Минувшее лето в Беларуси стало одним из самых жарких почти за 150 лет. Средняя температура воздуха за сезон показала 19,9 градусов, что почти на два больше климатической нормы. За прошедшие три месяца в разных регионах страны было от 39 до 70 горячих дней с отметкой на столбике термометра от 25 и выше. Самые высокие показатели зафиксировали 13 июля – 37,9 градусов. Доверие и информирование бобруйчан в приоритете у городских властей. В горисполкоме прошло расширенное заседание. На повестке дня – состояние работы и принимаемые меры по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям. С докладом выступил прокурор Бобруйска Александр Конецкий. На территории города за семь месяцев выявлено 35 преступлений в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. В отношении 42 человек возбуждены уголовные дела. Наиболее частые нарушения – на промышленных предприятиях, в сфере услуг, строительной отрасли, в учреждениях образования. Возникали вопросы и к комиссиям по противодействию коррупции в организациях. Предлагается поручить руководителям комиссии по противодействию коррупции в случае установления фактов нарушения антикоррупционного законодательства и информировать об этом правоохранительные органы. Исключить формализм при рассмотрении представлений иных актов по выявленным фактам нарушения антикоррупционного законодательства в ведении протокола в заседании комиссии. Заслушивать руководителей предприятий, на которых выявлено коррупционное преступление, о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе, в том числе в части принятых мер по возмещению причинения вреда. Три кита. Оперативность, правдивость, объективность. Второй актуальный и волнующий вопрос – работа информационного агентства «Бобруйск.Медиа». Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Вероника Вильчик доложила, все информационные площадки и учреждения занимают важное место в реализации государственной информационной политики. Традиционные средства массовой информации находятся на шаг впереди по качеству предоставляемого контента. Быстрая информация опасна и часто бывает необъективна. Государственные средства массовой информации не просто несут читателям потоки информации, а акцентируют их внимание на определенных событиях и процессах, происходящих в мире и нашей стране. Местные СМИ всегда на передовом рубеже взаимоотношений общества и вертикали власти. Качество контента, аналитика, связь с читателем, проверка фактов – то, что отличает «Бобруйск.Медиа» от распространителей газетных уток. Кроме того, на заседании выступил Александр Бандур – начальник отделения по противодействию киберпреступности. Мошенники ежедневно меняют схемы. Теперь на удочки попадаются не только пожилые, но и люди трудоспособного возраста и даже дети. Рецепт решения проблемы – профилактика. В первую очередь работа с сотрудниками предприятий на местах. Никто не забыт. Бобруйске в преддверии Дня народного единства представили мультиформатный патриотический проект издательского дома «Беларусь сегодня» – обелиски великого подвига. Десятки памятных мест, увековечивших славу и отвагу нашего народа. На кого рассчитаны инициативы и почему важно помнить о героях, которые отдали жизнь за мирное небо? Юлия Вернер. Первая остановка – мемориальный комплекс «Курган Славы» вблизи деревни Сычково. С черно-белых плит молча смотрят те, кто героически сражался против фашизма. В знак памяти от руководства города, депутатского корпуса и гостей – красные гвоздики. Бобруиск – пятая точка на карте обширного путешествия. В планах – более ста. Что представляет из себя этот проект? Во-первых, мы с дронов отсняли порядка ста мемориальных комплексов. Они есть на нашем ютуб-канале СБТВ. Плюс мы проводим вот так, как сегодня, выставки, приуроченные в поддержку этого проекта. Там в основном – это фотографии тех обелисков, как известных на весь мир, таких как Хатынь, так и совсем маленьких, которые находятся в наших белорусских деревнях. Но от этого они не менее важны для сохранения нашей исторической памяти. В фойе дворца искусство многолюдное. Жители Бобруиска от подростков до пенсионеров приехали воочию взглянуть на развернувшийся масштаб. На десятках стендов – фотоколлажи памятных мест, их краткое описание, архивные документы. Для многих выставка стала настоящим открытием. Весомую поддержку в реализации задуманного оказал Беларусьбанк. Прежде всего, эти проекты нацелены на патриотическое воспитание вот такой молодежи, большинство зала сегодня молодежи. Это для вас. Чтобы вы знали, чтобы вы помнили. Потому что сегодня очень много в пространстве идет искажений истории, поддосорки памятных. Мы очень достойно, я считаю, отметили 80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, это у нас память, и эта память будет жить в наших сердцах. В продолжение насыщенной программы – тематический концерт. Бобруйчане смогли проникнуться авторскими композициями о войне в исполнении бардовского ансамбля «Песни нашего круга». О тех, кто подарил нам мирное небо ценой своих жизней. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для боев. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Проект – громкое напоминание о подвиге нашего народа. О героях, которые, несмотря ни на что, боролись и искоренили фашизм с родной земли. Долг каждого белоруса – не забывать и чтить память тех, благодаря кому мы можем жить с миром в сердце. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Полезные знания. Спасатели Бобруйска держат руку на пульсе детской безопасности. Второй этап республиканских акций охватывает учреждения общего среднего образования. Спасатели вместе с их верным помощником Тушилкиным и активной молодежью из БРСМ приехали к ученикам из 21-й школы, чтобы напомнить о правилах безопасности. В программе интерактивные игры, викторины и, конечно же, полезные призы для каждого. В конце ребятам провели настоящий инструктаж, как правильно эвакуироваться из задымленного помещения. Мы про это рассказываем школьникам всех классов разного возраста о том, что когда школьник остается дома один, это его маленькая обязанность помнить о том, что он должен быть в безопасности, помнить, какие действия нужно делать, а к чему, возможно, не стоит и притрагиваться. Отдельно хочется сказать, конечно, спасибо учителям, преподавателям и руководству школы за то, что они всегда лояльны и с большим гостеприимством относятся к приезду спасателей. Безопасность – это когда нельзя лезть в окна, к чайнику на плите, газу и все так далее. Также сотрудники МЧС примут участие в проведении родительских собраний, на которых особое внимание будет акцентировано на обеспечении безопасных условий проживания для детей, обучению их правилам поведения дома и на улице. Спортивные, творческие, интеллектуальные. Выбор кружков и секций в Бобруйске не ограничен. Как определиться с выбором и не прогадать, и что следует учитывать? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok